Теперь мы пробежимся по основным классам коллекций, которые есть в стандартной библиотеке. Пробежимся, потому что этих классов очень много, и у каждого своя специфика, и какие-то особенности работы с ним. Так что мой рассказ будет только кратким обзором, но никак не исчерпывающим справочником. В дополнение к моему рассказу я рекомендую почитать JavaDocky и посмотреть полные списки методов, доступных в каждой коллекции. Их заметно больше, чем я перечислил на слайдах. Так, коллекции живут в пакете JavaUtil. Коллекции для многопоточных программ в пакете javautil.concurrent. Но туда мы договорились не лезть. Базовый интерфейс коллекции JavaUtilCollection. Он описывает самые общие действия, применимые к любой коллекции. Здесь определен набор методов. Таких как... Size. Текущий размер коллекции, то есть сколько элементов в ней лежит. Exempting. Проверка пустоты. По сути, эквивалентна проверке равенства размера нулю, но может быть реализована более эффективно. Contains. Проверка принадлежности объекта коллекции. Add. Добавление элементов в коллекцию. Remove. Удаление элемента из коллекции. И clear. Очистка, удаление всех элементов из коллекции. Методы add и remove возвращают булевское значение, говорящее о том, изменилась коллекция или нет. При вызове add она может не измениться, если такой элемент в ней уже есть, и коллекция следит за уникальностью элементов. А при вызове remove может оказаться, что такого элемента нет. В этих случаях будет возвращен false. Методы contains, remove, а для некоторых типов коллекции еще и метод added используют в своей работе метод equals для сравнения переданного объекта с тем, что уже есть в коллекции. Поэтому для тех классов, экземпляры которых вы собираетесь хранить в коллекциях, важно обеспечить адекватную реализацию equals. Адекватность метода equals зависит от задачи. Где-то подойдет унаследованная от объекта реализация сравнивающая ссылки на равно-равно, а где-то нужно сравнение содержимого. Например, для знакомого нам класса ComplexNumber, скорее всего, потребуется переопределить equals для сравнения содержимого. Так как естественно ожидать, что после добавления вот такого числа, последующая проверка принадлежности этого числа коллекции вернет true, вне зависимости от того, тот же это экземпляр или другой.